В семье Гришиных горе. На днях от ковида скончался их самый близкий человек. На протяжении двух недель мама этого мальчика была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в кому. Кроме тяжелого течения коронавируса, женщина страдала сахарным диабетом и псориазом. Врачи боролись, но лечение не помогло. Держится парень умный, как бы, и все понимает. Тем более мы с ним вдвоем две недели как бы жили. Петр – единственный кормилец семьи. У сына диагноз ДЦП. Самостоятельно передвигаться он не может. Ухаживала за ним только мама. Я постоянно работал, когда в командировках находился. Сейчас, соответственно, работу, скорее всего, придется оставить. По финансовой части сейчас будут большие затруднения. Также ребенку надо будет оказывать сейчас в данный момент психологическую помощь, адаптацию социальную. Петр, который теперь все свое время уделяет сыну, вряд ли в ближайшее время сможет приобрести специальное оборудование для мальчика. Ведь средств просто нет. А для домашнего обучения нужна клавиатура, удобное рабочее место, а еще инвалидная коляска. Из старой Кирилл вырос. Чтобы я мог двигаться по дому и не скатываться, как сейчас надо. Я скатываюсь с этой коляски, мне неудобно. И еще хороший стул, чтобы я мог учиться на нем, хорошо чинить, чтобы спина не болела. Нужны и другие приспособления, например, хороший тренажер для реабилитации, так как самодельного недостаточно. Не очень удачный, с заводскими, с профессиональными сравнения нет. Узнав о трагедии, мы написали запрос в Министерство социальной защиты населения региона. Отметим, что там оперативно отреагировали. Мобильная бригада сразу же выехала по адресу, но оказать полноценную помощь не смогла, так как у ребенка подтвержденный коронавирус. Результат Петра еще не готов. Контакт с семьей установлен. Семья ранее на учете у нас не состояла и услуги у нас не получала. Потребность семьи на сегодняшний день выяснена. Потребность семьи, конечно же, в первую очередь в оказании материальной помощи, в сопровождении семьи, в оформлении возможных пособий, которые теперь полагаются семье. То есть это пенсия по потере кормильца, это пособия на погребение. Материальное положение семьи усложняется тем, что у Гришиных большая сумма кредита. Деньги требовались на оборудование и лечение для сына. Даже после оформления всех пособий государственной помощи будет недостаточно. Чтобы вернуться на работу и поднимать мальчика, Петру придется нанимать сиделку за свой счет. Ведь теперь жизнь сына целиком и полностью зависит только от него. София Иценко, Александр Антропов. День с толком.